Компрессы при ревматических болях, заболеваниях мышц и суставах Их лучше делать из молодых и свежих листьев Плотно набейте свежими березовыми листьями Их можно измельчить в полотняный мешочек Приложите к больному месту на час или более Чтобы эффект был лучше, обвяжите и утеплите У вас должен получиться парной эффект, который вызовет обильное потение Именно оно означает успешность лечения Поэтому подождите его окончание Болезни органов дыхания Завариваем в термосе столовую ложку сухих и измельченных листьев Стаканом кипятка Наставим 2 часа Пьем трижды в день Перед едой по 1 треть стакана Кстати, этот рецепт рекомендуется для лечения болезней Менструального цикла и обмена веществ В гинекологии березовые листья ценятся за их антисептическое противогрибковое свойство Можно испринцеваться слабым отваром из березовых листьев При кандидозе, эрозии шейки матки, воспалительных процессах, инфекциях половой сферы Вообще, для женщин полезны отвары настой из березовых листьев Послеродовой и предклимактерический период Прием внутрь позволяет нормализовать обменные гормональные процессы в организме Применяют их для нормализации нарушенного менструального цикла Для укрепления волос Микроэлементный состав березовых листьев весьма полезен для роста и укрепления волос Поэтому их можно применять после мытья волос Для этого запарить литром кипятка горсть сухих березовых листьев в термосе Настоять 2 часа и добавить теплую воду для ополаскивания волос после мытья Чтобы был эффект применять на протяжении месяца И вы увидите улучшение внешнего вида волос Появление здорового блеска Нормализуется избыточное салоотделение на коже головы И исчезает пэрхот Кстати, этот рецепт считается профилактическим средством от облысения Надо было вовремя применять Березовые листья вызывают местное раздражение кожных покровов Отчего улучшается кровообращение Эффективный способ борьбы с перхотью прост Регулярно мойте голову березовым настоем Например, в бане березовый веник заваривают в тазу с горячей водой Остудив воду до приемлемой температуры, моют ею волосы Маски для волос Возьмите 5 столовых ложек отвара березовых листьев Добавьте по пол чайной ложки меда Касторого и репейного масла Все тщательно смешать Смесь нанести на волосы и кожу головы на 15-10 минут Затем вымет волосы лицо курс месяц Уход за кожей лица Лист березы натуральный антисептик Который можно и нужно применять при уходе за проблемной кожей лица Березовый отвар используют как тоники и лосьоны Кстати, вот у некоторых есть такой клещ подкожный Вот попробуйте делать отвар более такой покрепче И им наносить на кожу лица Посмотреть, как этот клещ исчезнет или нет С спиртовыми настойками можно обрабатывать кожу с воспаленными прыщами Угревую и ссибарейную сыпь При сухой коже спиртовые настойки не применяют В листе березы много витаминов Полезных биологически активных веществ Которые окажут омолаживающее действие на кожу Отсюда вытяжки из березовых листьев Улучшают цвет лица Устраняют пигментные пятна На его основе делают тонизирующие освежающие маски для кожи лица Приготовление маски для лица При сухой коже Чайную ложку измельченных свежих березовых листьев Залить в термосе 50 граммами кипятка Настоять 2 часа Размешать со столовой ложкой увлажняющего или питательного крема Нанести на кожу на 10-15 минут Смыть теплой водой Лучше всего делать эту процедуру на ночь Для детей березовые листья чаще применяют наружу Березовыми отварами и настоями протирают кожу Промывают нос при простуде и гайморите При танзелите, фаренгите, ангине рекомендуется полоскать горло А вот при бронхите, поносе, заболеваниях почек, глистах, аскориды и острицы Отвар березовых листьев применяют внутрь Наружно листья березы рекомендуется применять при ссаденных, пролежних, хронических гнойных ранах, трофических язвах и длительно незаживающих ранах Замечено, что молодые листья березы хорошо снимают неврологические боли Листья березы кладут в широкий таз под гнет и ставят на слабый огонь Чтобы они хорошенько прогрелись Потом гнет снимают А в нагретую зеленую массу березовых листьев помещают руки или ноги Процедура повторяется несколько раз до явного улучшения При варикозном расширении вен она противопоказана Ванны из листьев березы Применяют для лечения суставов, облегчения ревматодной боли, при ишиасе, радикулиты Для приготовления березового отвара используют молодые веточки березы вместе с листьями Большую эмалированную кастрюлю кладут около килограмма листьев березы Заливают 10 литрами холодной воды и ставят на огонь Доводят до кипения, настаивают час Теплый отвар выливают в ванну Температура воды должна быть от 36 до 39 градусов Принимают 2 раза в неделю по 20 минут перед сном Эта процедура хорошо помогает при кожных заболеваниях, ревматических болях Действует как легкое успокаивающее расслабляющее средство Для восстановления после тяжелых заболеваний, страдающих хронической усталостью, упадком сил Эти ванны очень помогут Этот отвар применяют при экземе на руках, опускают руки и держат полчаса Для достижения стойкого результата делать такие ванночки 2-3 раза в день Курс месяц При этом следует присмотреть свое питание, не волноваться по пустякам Только в этом случае будет стойкий положительный эффект, то есть многократное должно быть воздействие с разных сторон А не то, что что-то одно поменяли и ждем результата Редко бывает что-то положительное Противопоказания Опухоли и проблемы с сердцем Баня с березовым веником Она помогает при подагре, радикулите, простуде, кожных заболеваниях, болях в суставах Парной листья березы выделяют множество целебных фитонцидов, что благотворно влияет на здоровье Березовые веники очищают кожу от сыпи и гноничковых заболеваний Ускоряют заживление ран Снимают боли в мышцах и суставах после физической нагрузки Это уже спортсменам, качкам Улучшают вентиляцию легких Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести Пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту Цены вас приятно удивят Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас